Было у отца три сына Саша, Виталия и Дима. Тройняшки Шлыковы. Ребята веселые, озорные, дружные, но и, конечно, неугомонные. Чтобы справиться с ними, нужны мама и бабушка одновременно. Воспитание в четыре руки. Шлыковы готовятся ко дню семьи, придумывают поздравления для папы. Он работает в Москве. Когда приедет, его нужно будет порадовать. Кто шагает дружно в ряд, это шлыковых отряд. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем футбол играть. Раз, два, три, четыре, пять, будем город защищать. Близнецы в семье были, пареньи и бабушки. Но вот тройня такого сюрприза никто не ожидал. Первое время все пребывали в шоке. Сейчас уже привыкли, и быт в семье отлажен, как часы. Был шок такой небольшой. Муж очень долго не верил, я ему даже и УЗИ показывала. У него сразу мысли о том, а как будет дальше, как они в школу пойдут, сколько всего надо будет. Говорят, как это все поднять. Мысли были сразу такие. Не о том, как они будут маленькие какие, вот как с ними быть, а уже больше на возраст. Это была и радость, и чувство такое, вы знаете, непередаваемое. Огромное, огромное чувство радости. То, что в будущем появятся три помощника, три взрослых человека. Вот. Да, было очень сложно. Нужно было каждого искупать, помыть, уложить, накормить. Но когда они были вот такие вот маленькие еще грудные, казалось, да, сложно. Маме одной не справиться. Мне пришлось рассчитаться с работы. Дима рассудительный, Виталия задира, а Саша очень спокойный ребенок. Их будущее родители уже придумали. Говорят, есть все задатки, чтобы дети развивались интеллектуально. Я думаю, они больше у меня уйдут в какую-нибудь науку, то есть что-то не физическое, потому что физическое – это все равно, кого нельзя много бегать, кому нельзя много прыгать. То есть, ну, посмотрим, как что. Ну, то есть, очень любят все рисовать, заниматься прямо вот, строить что-то новое, изобретать. Ну, попробуем что-нибудь в изобретение пойти. Есть в семье негласная задача – вырастить сыновей крепкими, сильными, великодушными, настоящими мужчинами, чтобы можно на них было опереться в любой момент. Чем подрастают, тем больше становятся помощниками. Они убираются, они пылесосят, они протирают пыль. То есть, здесь уже от них видна отдача. То, что мы раньше в них кладывали, в маленьких, то, что мы им давали, приучали, даже посуду моют. Семья уже привыкла, что на них обращают внимание. К родителям подходят и спрашивают, как же они справляются. Шлыковы шутят. Все обращают внимание только на то, что это тройная забота, а то, что тройное счастье, забывают. А зря.